Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что вы сами вместе со своей женой ругаетесь. То есть она ругается, и вы ругаетесь как бы вместе с ней. Получается, что вы ставите себя на один уровень с ней. Она кричит скандалит, вы кричите тоже скандалит. То есть вы, по сути, в своем взаимодействии друг с другом превращаетесь в одинаковых людей. Но на самом деле, я надеюсь, что вы понимаете, что вы мужчина, она женщина. И женщине негоже получать от мужчины такое отношение к себе, какое она проявляет в мужчине. И негоже вам вступать с ней в перепалку, потому что она вас в этой перепалке, скорее всего, победит. Потому что женщина – это человек-слово, и здесь эта фраза употребляется в контексте, где женщина может говорить очень много. Мужчина может пытаться в этих словах найти логику, пытаться найти в этих словах что-то, ну, как бы, зерно истины. Он может пытаться и может не найти, к сожалению. Связано это с тем, что у женщины есть своя логика, у мужчины есть своя логика, и не нужно сравнивать две этих логики друг с другом. Это не было бы правильно. Но когда вы это делаете, а вы, судя по всему, это как раз таки делаете, вы тем самым сводите на нет, по сути дела, все свои шансы наладить отношения с женой, ну, чтобы они были хорошими и удовлетворяли бы вас собою. Если ваша женщина начинает ругаться, спорить с вами и так далее, то это значит, что она испытывает неубовлетворенность в чем-либо, и привлекает ваше внимание, чтобы вы его обратили на нее и дали ей то, чего она хочет. Конечно, можно последовать рекомендации моей коллеги и сказать, как и она, что почему после семи лет совместного проживания она до сих пор для вас гражданская жена, может быть, она сомневается в том, что вы хотите быть с ней, или, может быть, она считает, что вы ее недостаточно любите и так далее. Но лично я думаю, что проблема может быть немножечко шире. Все это связано с тем, что вы вступаете с ней в одно поле. Вы вступаете с ней, как бы, ну, на ее уровень, а это никогда ничего хорошего вам не даст. Дальше. Если она чего-то хочет, дайте ей это. Если она чего-то хочет решить, покажите ей, что она может это сделать. Покажите ей, к чему приведет то, что она хочет. Покажите ей, что за поступками, за решениями всегда наступают последствия. И если эти последствия не учитывать, не анализировать и не как-то предугадывать, то можно оказаться не в самой хорошей ситуации. То есть, вашей женщине нужно дать понять, что вы готовы принять ее позвившую точку зрения, а также позволить ей это реализовать с тем, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Если приведет всем это к плохому, покажите ей это. Скажите, что вот я тебя послушал, вот к чему это привело. Как бы, что будем дальше делать. И, в принципе, это послужит уроком для вашей жены, если она, ну, как бы, достаточно адекватный человек. Вообще-то говоря, нужно понять, чего она хочет. Вот это вот ваша первостепенная задача. Понять, что движет вашей женщиной, когда она начинает с вами ссориться, использовать нитендурные выражения и прочее. Потому что вот сына вам жалко, а свою супругу, которая, кстати, является матерью вашего сына, вам получается не жалко. А это плохо. Но и жалеть нужно с умом. Когда я говорю, что вам не жалко свою супругу, это не значит, что она не начинает ее расширять. Но нужно прислушиваться к тому, чего она хочет, чего ей не хватает. И не вступать с ней в словесные, как перепалки. Хорошего из этого не выйдет ничего. Нервов подпостит очень много вам. Это то, что основное, что можно сказать по вашей ситуации. В принципе, для более подробного анализа нужно больше информации, нужно больше вопросов вам задать. Например, с какого момента начались ссоры, почему действительно вы в сборной скрепили свои отношения как бы врачным союзом. Реализуется ли полностью ваша жена? Есть у нее какие-то там подробности и так далее? На что направлены ее претензии? Значит, какие у вас с ней претензии, если они есть? И на что вы готовы, как бы, в каких аспектах вы готовы пойти навстречу? То есть, гармонизация отношений, гармонизация, взаимодействие между двумя людьми, это работа. Это такая вот серьезная работа. И если вы хотите ситуацию исправить, вам нужно ей заниматься. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...